В целом турнир удался и прошел на хорошем уровне, считают в Российском футбольном союзе. Ребята показали все, на что способны. В финал же удалось выйти московскому «Торпедо» и «Дружбе» из Майкопа. Кубок Российского футбольного союза они разыграют завтра. Увидеть на финише футбольный клуб «Торпедо» ожидали все участники турнира. Эта команда изначально считалась фаворитом. А вот «Дружба» оказалась темной лошадкой. Для майкопских футболистов выход в финал – настоящий прорыв. А вот призеры сочинского турнира прошлых лет свое звание сильнейших на этот раз не подтвердили. К примеру, бывший чемпион «Спартак» из Нальчика накануне в полуфинале сыграл в ничью с тем самым майкопом. И в серии 11-метровых ударов уступил сопернику. В финале кабардино-балкарцы разыграют третье место с ярославским шинником. Футбол – непредсказуемая игра, говорят сами футболисты. В этом виде спорта не все зависит от профессионализма, считают ребята. В целом у нас вообще турнир не удался вообще никак. Приехали с надеждой попасть в полуфинал, выйти из группы, но ничего не вышло. Здесь атмосфера, условия, все для футбола есть, погода. Просто, наверное, удача на нашей стороне. Разочарованных в исходе турнира, конечно же, большинство. Призовых мест, как известно, три, а кубок РФС – один на всех. За победой же на сочинский турнир приехали 15 сильнейших клубов из разных уголков России. Почти все они стремятся дальше расти, играть в командах более высокого уровня, в командах ПФЛ, ФНЛ, РФПЛ. Естественно, понятно, что возможности у всех разные. Это все может проявиться в ближайшем будущем. Кстати, согласно классификации Единой Всероссийской, утвержденной Минспортом России, футболисты, команды, занявшие первые три места в этом турнире, получают звание, когда-то мастера спорта по футболу. Это тоже очень приличный стимул. В целом, тренеры на детско-юношеский футбол смотрят с оптимизмом. Этот сектор развивается. Не так давно юноши вторично подтвердили свой высокий статус, став чемпионами Европы. Еще одна команда сейчас играет на чемпионате мира в Чили. Шанс есть у каждого, отмечают специалисты. Сразу же разглядеть звезду, например, того же локомотива или ЦСКА, достаточно сложно. Талант может проявиться и в более позднем возрасте. Тот же Киржаков, будучи в юношеской команде, ничем не выделялся среди товарищей, вспоминают в футбольном союзе. А сегодня – знаменитость и игрок национальной сборной. Мастерство юноши смогут проявить на еще одном сочинском турнире. С 26 октября на курорте пройдет традиционный международный футбольный турнир в памяти легендарного отечественного футболиста, олимпийского чемпиона Валентина Иванова. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.